Теперь к последним данным из Египта. Зона поисковой операции на месте крушения самолета Кагалым-Авиа расширена до 40 квадратных километров. 30 из них уже обследованы. Российские спасатели возобновили работу с рассветом. Задача не пропустить ни одной мельчайшей детали. Найти останки погибших, их личные вещи и документы, а также зафиксировать местоположение всех обломков лайнера. Новые поручения были даны группировке МЧС утром на селекторном совещании. Беспилотная авиация работает. Я попрошу дополнительно обследовать все возможные места нахождения, фрагментов самолета, расширив круг поиска до 40 километров квадратных с применением беспилотной авиации и космического мониторинга. Между тем установлены личности уже 33 жертв авиакатастрофы, 15 из них жители Санкт-Петербурга. Об этом сообщили власти с северной столицы, где через тяжелую процедуру опознания проходят родственники. В Великом Новгороде завтра должны пройти первые похороны. А в Москве во Всероссийском центре судебно-медицинской экспертизы начались генетические исследования, которые также помогут идентифицировать погибших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова